Ну а так, если я серьезно, конечно, Иван Константинович, прежде всего, это настоящий ученый. А по жизни, вот, он, наверное, больше учитель. Ну, что вот о нем сказать? Я вот, вы знаете, о нем вот как об иконе. Ничего плохого нельзя сказать, одно только хорошее. Каждая встреча, каждое открытие двини входящего, хочется увидеть, что вот сейчас выйдет Иван Константинович, с неприятным, живоплевым, радостным. Вениамин Константинович Гавла, выдающийся российский ученый-криминалист, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук высшей школы, почетный работник высшего профессионального образования, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В августе этого года ему исполнилось бы 80 лет. После окончания средней школы Вениамин Константинович некоторое время работал учителем сельской школы. В 1955 году он был призван в ряды советской армии, успешно окончил артиллерийскую дивизионную школу. Военная служба способствовала воспитанию качеств, которые были присущи Вениамину Константиновичу на протяжении всей жизни. Организованность, ответственность, скромность быту. В 22 года он был уже старшиной батареи. Тогда-то и принял решение поступить в Томский государственный университет. Вениамин Константинович позже в деталях вспоминал этот эпизод. На экономико-юридическом факультете я появился 27 августа 1958 года, что называется прямо с колес, в летней военной форме с погонами. В то время министром обороны маршалом Георгием Константиновичем Жуковым был издан приказ, согласно которому солдаты и старшины, отличники боевой и политической подготовки могли быть командированы в вузы для поступления и досрочно уволены в запас. Так я стал студентом родного факультета. Здесь, в Томском государственном университете, и началась деятельность ученого-юриста. Вениамин Константинович учился все 4 года очно. По заботчиному образованию даже не было и речи. Конечно, ему приходилось и подрабатывать, но тем не менее, это так все продолжалось. После окончания 4 курсов он учился на 5 курсе и работал лаборантом в кафедре криминалистики. После окончания факультета в 1963 году он был принят на должность ассистента в кафедре криминалистики и 3 года работал. В 1966 году он был направлен на учебу в аспирантуру Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Было получено место по криминалистики в Ленинградский университет. Но ему, как и другим выпускникам Ломонского университета, хотелось в Московский университет поступить. И поэтому были хождения министерства, писание различных бумаг. И в конечном итоге место в аспирантуру Московского университета на кафедре криминалистики было получено. Уже спустя 3 года Вениамин Константинович успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Расследование и предупреждение хищений на предприятиях молочной промышленности, совершенных должностными лицами». Тема кандидатской диссертации была предложена кафедрой. С этой темой Вениамин Константинович поехал в аспирантуру, и эта тема была оставлена. Был уточнен план, и началась работа. Из Томска я высылала ему всю литературу и рурнальные статьи, которые он изучал дома. Поэтому Васильев, руководитель и первый оппонент профессор Танасевич считали, что период для подготовки к защите у Вениамина небольшой, и поэтому он не успеет на Октябрьский совет. Но он написал, что я сделал все, чтобы успеть. После окончания аспирантуры Вениамин Константинович возвращается в Томский университет. Здесь он начинает свою научно-педагогическую деятельность – должности доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики. Однако, спустя некоторое время на Алтае произошло знаменательное событие, которое повлияло на дальнейший жизненный путь Вениамина Константиновича. Здесь открылся Алтайский государственный университет. Его первый ректор Василий Иванович Неверов пригласил Вениамина Константиновича и его супругу Юлию Николаевну на работу. Случилось так, что у нас образовали наш Алтайский государственный университет. И нужны были по зарез кадры. Ну и, видимо, согласовали этот вопрос. И вот Юлия Николаевна и Вениамин Константинович были приглашены в город Барнаул в Алтайский государственный университет. В Алтайском государственном университете Вениамин Константинович занимал разные должности. Доцента кафедры уголовного права процесса и криминалистики, декана юридического факультета старшего научного сотрудника. На юридическом факультете университета при его непосредственном участии были созданы отличные криминалистические лаборатории, кабинеты следственной тактики и методики расследования преступлений с необходимым набором техники и средств обучения. Свою научную работу Вениамин Константинович закономерно завершил блестящей защитой докторской диссертации по теме «Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений». Защита состоялась в 1988 году в Московском государственном университете. Вениамин Константинович – один из ведущих ученых в области криминалистики, ее теории и практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Он внес крупный вклад в развитие науки, который признан ведущими учеными России и стран ближнего зарубежья. В юридической литературе цикл его работ стал основой для общественного признания научной школы профессора Вениамина Константиновича Гавла. Уже на протяжении нескольких десятилетий исследователи опираются на его труды. Со стороны у него поддержки никакой не было. Вот то, что он достиг, он достиг сам. Только своим трудом. Он все делал сам. И привык делать сам. Особый вклад внес Вениамин Константинович в становление и развитие кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета, которую возглавил в 1983 году и бессменно руководил ею 33 года. Благодаря ему кафедра приобрела широкую известность. Активно сотрудничает с ведущими научными, учебными, российскими и зарубежными центрами. Безусловная заслуга Вениамина Константиновича создание в 2003 году на базе университета регионального объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по специальности уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность. Он был председателем диссертационного совета на протяжении всего периода его работы с 2003 по 2007 год. Работы активной и результативной. Достаточно сказать, что за неполные пять лет в совете были защищены 32 кандидатские диссертации. Исключительно доброжелательная атмосфера проведения заседаний совета, всяческая поддержка соискателей в ходе защит были проявлением высочайшей мудрости учителя. Поистине отеческую заботу ощущали на себе молодые ученые, получавшие наставления от Вениамина Константиновича. Он создал тот необходимый настрой, который способствовал инициативной, продуктивной работе соискателей над своими диссертациями. А главное, помогал поверить в свои силы. Он умел тонко и ненавязчиво навести соискателя на верный путь в исследовании. Каждый скромный совет, рекомендация приобретали принципиальное значение для построения концепции работы. Он ко всем относился очень хорошо. Особенно к молодому поколению он всегда как-то очень благоволил к молодым кадрам и всегда он поддерживал. Знаю, что ребята его любили. Вениамин Константинович был не только выдающимся ученым, известным деятелем высшей школы, но и замечательным человеком. Коллеги, аспиранты и студенты уважали его за высокий профессионализм, научную добросовестность, принципиальность, скромность, честность и неиссякаемую доброжелательность. Для всех было примером уважительное отношение Вениамина Константиновича к своим коллегам-профессорам, к другим ученым, оказывавшим поддержку соискателям при защите диссертаций. В его правилах было направить письмо с благодарностью оппонентам, высказать слова признательности всем, кто подготовил отзыв и положительно оценил диссертацию ученика. В каждом коллективе должен быть человек, как Александрийский столб, вокруг которого что-то цементируется, что-то объединяется. Он пользовался несомненным авторитетом, когда какие-то проблемы, ну так будем говорить, межличностного характера и прочее. Вот он эти ситуации разруливал очень быстро и самое главное, никому не обидно было. Под его научным руководством защищены около 40 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Вениамин Константинович был предан науке и научному сообществу. Он всегда горел желанием принять активное участие во многих научных мероприятиях. Весь трудовой путь и вся жизнь Вениамина Константиновича – это ярчайший пример служения общественным интересам, делу обучения и воспитания будущего поколения российских юристов. Ага, это Ганглова у вас там, понимаете, это вот фамилия, которая как бы олицетворяла факультет. Его имя, его тела, наверное, никогда не забудутся и не будут сходить с уст нашего коллектива, и студенческого, и особенного преподавательского. Вечно его память. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok